Другой Сочи. Ни гости, ни жители курорта вряд ли уже представляют город с одним из лучших аэропортов в стране, с несколькими новыми железнодорожными вокзалами и морским портом, способным принимать огромные круизные лайнеры международного класса. И это только верхушка айсберга, того нового облика, который появился у Сочи благодаря Олимпийским играм. Все, что приобрели сочинцы с таким огромным трудом, теперь, уверен губернатор, должно работать на главную курортную составляющую города. Прежде всего, хочу поздравить всех, конечно, с началом курортного сезона, первого после Олимпиады. Уверен, что большинство отдыхающих, которые приедут сюда, в Большой Сочи, увидят его во всей красе и, наверное, впервые за пять лет без грязи, пыли, строек, пробок и так далее. Курортный сезон 2014 года, у нас боевое крещение, мы открываем постолимпийскую историю и этим летом во многом решится, будет ли это история мегакурорта мирового уровня или это история провинциального приморского городка, в котором когда-то проходили зимние Олимпийские игры. Хотя у нас и на руках огромные козыри Олимпиады и все, что вокруг нее происходило, нам должно быть стыдно, если мы проиграем эту битву. Открытый отчет мэра Сочи – это, по сути, подведение итогов всего предолимпийского периода. Курорт изменился не только внешне. Новая система энергоснабжения, благодаря которой отключение света в городе – это уже ЧП, а не норма. 80 километров построенных дорог, развязки, тоннели, 47 километров нового водопровода, очистные сооружения, глубоководные выпуски, собственный мусороперерабатывающий завод, огромные олимпийские вложения в сочинскую экологию на десятилетия вперед. Город приведен к единому архитектурному облику и, самое главное, дан бой незаконным застройщикам. Судами вынесено более полутора тысяч решений о сносе. На сегодняшний день 831 объект снесен, а на исполнении в службе судебных приставов на снос находится еще 522 объекта. Это позволило нам практически полностью прекратить этот беспредел. Ситуация с самостроением в Сочи всегда была непростой, но в преддверии Олимпиады незаконные творения неизвестных архитекторов начали появляться повсюду. Тогда к борьбе даже подключились краевые власти. Александр Ткачев объявил мораторий на строительство в Сочи. Уродовать лицо города не позволят и теперь. Конечно, это бич всех курортных городов, но особенно в Сочи. Я требую, чтобы контроль ни в коем случае не был ослаблен. Никому пощады не будет, я вас уверяю. Поэтому то, что мы вычистили город от самостроя, то, что мы будем продолжать сегодня, то, что уже сегодня с решением судов, снос будет продолжаться, я вас уверяю, никто нас не свернет с этого пути. Из зала идут записки жителей курорта, которые сегодня на две головы выше всех здравниц в России, интересуются, как повлияет Крым на количество долгожданных в Сочи туристов. Я хочу сказать, что нас не догонишь сейчас. Наш курорт совершенно другого уровня. Все дает нам преимущество, чтобы к нам поехал турист, который хочет и уже привык к качеству, комфорту. Вот все это создано у нас. Теперь человеческий фактор. И, конечно, профессионализм наших руководителей туристической сферы. Огромная работа предстоит. Под лежачий камень, конечно, вода не пойдет. Нужно не просто работать, а еще больше увеличивать тот отрыв, который существует сегодня между Крымом и Сочи. А это как минимум пять лет интенсивного развития, уверен Александр Ткачев. Важный для Сочи проект, это, конечно, дефицит пляжей. Чтобы все это привести в порядок. И более того, насыпать, сделать сооружения гидротехнические, для того, чтобы удерживали эту гальку, этот пляж насыпной. Нужно серьезное средство. Нужно этим заниматься предметом. И уверен, что у международного класса курорта не только должны быть отели такого уровня, но и пляжи пятизвездочные. Поэтому я жду от мэра предложений, и мы готовы на этом выделить, в том числе и краевые средства. Сочи, курорт, здоровье должны стать в сознании россиян синонимами. Обладая уникальными возможностями здравоохранения, нужно делать ставку и на развитие всей инфраструктуры, которая будет способствовать оздоровлению на отдыхе. И начать можно с малого. Например, организовать велосипедные дорожки и прокат велосипедов. Конечно, нужна сеть велодорожных парковок, автоматических пунктов проката. Но подчеркиваю, автоматических, а не так, как мы любое указание воспринимаем сразу по-своему. А когда бабушка с чебуреками будет сидеть, два-три слабеньких велосипеда, и типа, на тебе губернатор, твою волю исполнили. Нет, все должно быть очень цивилизованно. И все должно быть красиво и достойно. Что касается социальной инфраструктуры города, то Сочи – это не только единственный город в России с доступной средой, но и с европейским уровнем здравоохранения. В арсенале сразу несколько самых современных в стране больниц. В центральном районе города капитально отремонтированы практически все школы. Пристройки – это новые детские сады, это строительство детских садов на территориях образовательных учреждений, открытие малых групп. В городе в нашем опять делается что-то нереальное по масштабам. Проблемы пробок и транспорта, они также были решены. Вот я как житель города Сочи, уже в третьем поколении, кажется, очень доволен, именно что транспорт у нас сейчас, именно город чистый стал. Работу мэра, который с честью выдержал испытания Олимпиады, жители города оценили как успешную. Подвел итог ударной пятилетки и губернатор. Вы знаете, что я всегда спрашиваю с глав достаточно строго, не даю поблажек, но мне кажется, команда мэра, ее можно сегодня похвалить. На протяжении действительно пяти лет была проделана колоссальная работа, конечно, без слаженной команды города, гаражам, бизнесменам, предпринимателей. Конечно, мы бы не сделали все то, что сегодня есть в городе. Мы прошли через этот бардак, который, конечно, во многом был связан с большой стройкой. Все, что мы сделали с вами за семь лет, ну, практически за пять, другие города делают это десятилетиями. Я в пользу случая хочу поблагодарить вас за уникальное терпение. Большой ремонт в доме сочинцев закончился. Страна и край для города сделали много, но будущее курорта теперь во многом в руках самих жителей Сочи. Есть тот потенциал, который мы должны использовать, именно использовать его и развивать в той сфере, которую бы получил не только город, но и наши гости. Те услуги, которые мы ожидаем, не хуже заграничных. В строительстве этого города участвовала вся страна, участвовал наш край, участвовали все жители города Сочи. Мы получили чудо, которое просто нужно беречь. Яна Москаленко, Евгений Вольский, Денис Пирец, Денис Пскаленко, 9 канал, Сочи.